всем привет сегодня будем делать ключ для mercedes 202 вот такой ключ на моторолле значит говорят что он не открывает не закрывает и не заводит автомобиль давайте проверим работоспособность радиоканала с помощью вот такого прибора называется он mini 900 включается вот таким образом нажимаем тест радиоканала подставляем сюда ключик и пробуем вот пожалуйста первая кнопка работает нажимаем вторую тоже работает и третью тоже работает радиоканал включе исправен теперь давайте попробуем подключить наш замок на столе посмотреть накачку на ключ поставить эмулятор защелки для того чтобы замок разомкнулся соединение будем выполнять вот по этой схеме значит это у нас разъем защелки это разъем самого замка нам потребуется подсоединить постоянный плюс контакт 30 контакту 7 подсоединить грунт контакт 31 контакту 3 и на любой из этих концов уже у нас получается пятый и четвертый нам надо кинуть эмулятор самой защелки для того чтобы активировать замок вот берем наш замок получается этот разъем вот он и снизу 3 это масса у нас 123 вставляем массу дальше идет у нас питание питание это не та седьмая нога это самая верхняя вот она вставляем питание то есть питание масса у нас есть и сейчас мы вставим еще провод для эмулятора вот в контакт номер 4 сразу после масса мы включаем провод для эмулятора таким вот образом вот у нас это все выглядит итак мы подключили наш эмулятор и давайте попробуем реагирует ли ключ на замок включаем питание вот сейчас мигает эмулятор вставляем ключ и ничего не происходит эмулятор не срабатывает и ключ тоже не срабатывает итак давайте снимем гайку замка чтобы посмотреть накачку накачку будем смотреть с помощью вот такого приспособления здесь катушка и светодиод вот так поставим ее и наша задача теперь сюда поставить ключ и посмотреть мигнет ли светодиод то есть пройдет ли накачка вставляем ключ светодиод моргнул то есть накачка ключ есть вот он моргает но поворачивать не дает так теперь давайте наш замок вскроем здесь два винта один короткий вот они болты один длиннее второго теперь наша задача открыть замок начинаем и вот отсюда вот замочек открылся у нас вот пожалуйста вытаскиваем нас интересует вот этот вот процессор чтобы не повредить шлейф его можно заклеить термолентой такой вот термолентой примерно берем вот только отрезаем ее и заклеиваем вот так остальные элементы температуру терпят итак температура 400 нагреваем аккуратно подсовываем зонт приподнимаем наш процессор и теперь его можно отсюда взять вот пожалуйста процессор мы отпаяли сейчас подготовим площадку процессора для пайки для последующей пайки для этого мы лишний припой отсюда уберем значит для начала обработал это флюсом плюс немецкий будет у нас вот такой очень качественный этот флюс находится у нас в аппликаторе вот такой вот аппликатор снимаем здесь кисточка нам только нужно будет вот на эти края нажать и флюс подается на кисточку и вот так вот мы им смазываем то есть более точное дозирование флюса идет в таком аппликаторе и опять закрываем затем берем паяльник и с помощью экранчика начинаем снимать лишний припой теперь с помощью ацетончика мы отмываем площадку под процессор и теперь нанесем сюда плюс для пайки плюс вот у нас вот такой rsa просто берем и наносим с помощью шприца плюс вот таким вот образом достаем xpro cam от tmt service от дариуса один из самых первых программаторов так и берем переходник hc05 вот у нас здесь написано вставляем его согласно пином далее наносим флюс и будем припаивать сюда процессор как мы видим первая ножка нашего процессора находится вот здесь а здесь . то есть нам нужно его поставить именно вот так вот процессор мы поставили и теперь давайте его запаяем теперь давайте посмотрим какой процессор у нас стоит значит маска у нас получается 1д 69 джей открываем xproc hc05 1д 69 джей вот она у нас микросхема 1д 69 джей выбираем эту микросхему и нажимаем чтение вот пожалуйста xproc прочитал нашу микросхему наш процессор его сохраним сейчас на рабочий стол сохраняем больше xproc нам не понадобится по крайней мере пока мы еще в ключ будем писать дан к мы его закрываем теперь мы наш процессор с помощью вот такого вот припоя мягкого легкоплавкого 179 градусов температура плавления его мы немножечко его прилепим так сказать этот процессор и дальнейшей пайки давайте по одной ножке вот так вот этого в принципе достаточно температурный режим пайки 250 градусов сейчас на данный момент и берем подставляем наш припой просто берем и ведем вот так по ножкам хороший припой плюс отличный флюс получатся очень качественная пайка паяем так называемой волной так снимаем защитную термо ленту маску так называемую и давайте наш замочек соберем вставляется он сначала вот в эту часть и теперь закрываем верхнюю крышку все наш замок собран так нам остается закрутить длинный короткий болт длинный болт находится напротив прорези вот он а короткий соответственно сверху делаем шайбу прорезь и делаем гайку все замок собран теперь наша задача разобрать ключ берем вытаскиваем нажимаем кнопочку вытаскиваем лезвие теперь подцепляем отверточкой батарейный отсек и вытаскиваем его вот у нас батарейный отсек пожалуйста теперь отсюда вытаскиваем ключ вот наш ключ микросхема стоит у нас 0f 82b эту микросхему читать и писать нужно на специальной площадке вот под эту микросхему для экспрога есть специальная площадка с кварцем 4 мегагерца такая же микросхема но с другой маской читается при 2 мегагерцах эта микросхема читается при 4 мегагерцах теперь наша задача отпаять эту микросхему чтобы поместить на специальную площадку и прочитать и записать экспрогом для удобства ключ крепим в тисочках вот наша микросхема теперь нанесем флюс для последующей пайки плата теплая флюс растекается теперь припаиваем микросхему на наш переходник вот здесь написано первая ножка ставим микросхему на позицию берем фен и греем когда олова расплавилась чуть придерживаем и отпускаем микросхема запаяна теперь берем опять открываем наш x-stroke выбираем микросхему hc05 и у нас теперь идет маска 0f82b это наша моторола вот видите изначально выставлен кварц 2 мегагерца давайте попробуем прочитать на 2 мегагерцах тайм аут эрор пишет так открываем опции девайс меняем кварц с 2 на 4 мегагерца и теперь пробуем читать на 4 мегагерцах вот пожалуйста на 4 мегагерцах вот пожалуйста на 4 мегагерцах сразу прочиталась эта микросхема которая находится в ключе итак на mercedes нам нужно скалькулировать ключи открываем вот такой вот сайт открываем калькуляторы вот он калькулятор mercedes-benz здесь мы открываем файл который мы сосчитали с замка вот он у нас 202 сюда вводим токен предварительно приобретенный вот тут можете приобретать 5 токенов 10, 50 и так далее наш токен копируем его из блокнотика и вставляем в программу то есть вот сюда нажимаем копчу и нажимаем информацию о замке вот пожалуйста он нам выдал информацию сколько ключей какие ключи прописаны и так далее и так далее какой формат надо скалькулировать значит калькулируем 21 ключ это motorola 51 ключ это NEC вот он вывел это сообщение теперь нажимаем вот сюда и через 10 минут у нас будут готовы ключи идут последние секунды калькуляции ключей вот буквально через 11-10 секунд мы получим полностью все ключи вот папочка которая прилетела в загрузке то есть почему именно мы написали 0.41 то есть 0.21 это то же самое что 0.41 значит видим в конце на процессоре написано 0.04 теперь открываем ключ который мы подготовили значит вот у нас получается 3 ключа использованы а эти ключи не использованы давайте положим на место неиспользованного ключа запишем микросхему ключа все там записан теперь давайте микросхему запаяем в ключ и будем синхронизировать замком убираем xprog ставим подготовленный ключ берем микросхему температура фена 280 градусов итак микросхему запаяли вытаскиваем ее из тисочков вставляем ключ кнопками вверх вот таким образом вставляем микросхему также вставляем сюда батарейный отсек батарейный отсек за щелочкой смотрит вот сюда смотрим свечение светодиода проверяем вот он мигает все значит ключ рабочий так первая кнопка работает вторая работает третья работает это свидетельствует о том что у нас здесь правильный дамп и ключ рабочий то есть мы запаяли микросхему все правильно так вставляем загорается светодиод вот ключ уже прописался светодиод у нас уже не горит включаем слышим щелчок в замке и поворачиваем ключ заводим щелчок в замке слышим поворачиваем и заводим все ключ прописан работа выполнена так и а и Продолжение следует...